Время Так как тема моего выступления ферментации, я выбрал ферментированное зерно из Колумбии. Разновидности желтый бурбон. Мое зерно производится в регионе Уилла, Ла Флорида, на высоте 1700 метров. Владелец фермы Рафаэль Ая. После ферментации, прошу прощения, после сбора ягоды промывают в ферментационном танке. И сортируют в черные полипропиленовые мешки по 50-60 килограмм каждый. Затем помещают в теплицу, в которой обычно сушат кофе и оставляют там на 180 часов. Таким образом, мой кофе получает горячую ферментацию в течение дня. Также кофе переворачивают дважды в день, а по истечении 180 часов. Высыпают тонким слоем и сушат. Я немного изменил концепцию выступления. Сначала подам вам эспрессо. Дескрипторы моего эспрессо — это ананас, манго, ноты яблочного сидора и какао. Прошу эспрессо для вас и для вас. Прошу эспрессо. 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 Теперь я все-таки приготовлю эспрессо для авторского. Благодаря длительной ферментации мой кофе получает яркую искристую кислотность, выраженную характером яблочный и молочный кислот. Тона тропических желтых фруктов. И ярко-длительное послевкусие. Благодаря. 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 Теперь я приготовлю для вас попарно молочные напитки. Для своего молочного напитка я использую кофе с временем развития 2 минуты 45 секунд. И чашки 110 миллилитров. Таким образом, я максимально ярко могу отобразить вкус эспрессо с молоком. Рецепт, который я подобрал для молочного напитка, 18,5 грамм кофе, 34 грамма эспрессо на выходе. За 25 секунд. 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 Дескрипторы, которые вы почувствуете в моем молочном напитке. Какао. Кокосовое молоко. Мягкое, сливочное ириско. Мягкое. Мягкое, сливочное ириско. Прошу мою капучино для вас. Я поразился широте диапазона вкусов моего напитка. Представляете, какой огромный диапазон для нас скрывает ферментация? Прошу наслаждайтесь. Пока я готовлю второй молочный напиток, расскажу о сиропе, который использую для своего авторского. Для него я беру 100 грамм какао-бобов, обжариваю в течение одной минуты на плите. Таким образом, я получаю максимум вкуса из какао-бобов. Затем я перемалываю какао-бобы, помещаю их в вакуумный пакет, добавляю 300 миллилитров воды и 300 грамм сахара. Помещаю в сувит на сутки при температуре 60 градусов. За это время мой сироп вбирает в себя максимум эфирных масел и получает яркий насыщенный вкус. Напомню дескриптер моего молочного напитка. Какао. Кокосовое молоко. И мягкая сливочная риска. Пожалуйста, почему для вас? И для вас. Наслаждайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ферментированный сироп из какао-бобов, который готовится методом производства кофейной камбуччи, совмещенной с методом производства винного уксуса. То есть в открытой таре, продуваемой, при температуре 40 градусов, камбуччи ферментируется в течение суток. После чего я добавляю сироп из какао-бобов и ферментирую еще 8 часов при температуре также 40 градусов. Для баланса кислотности я использую микс кислот на 100 мл воды, 2 г яблочной кислоты и 3,5 г лимонной кислоты. Мой авторский напиток продается охлажденным в коктейльной рюмке, что позволяет, во-первых, удобнее дегустировать его, а во-вторых, вы никак не влияете на температуру моего авторского напитка, так как держитесь за ножку, а не за бокал. Дискрипторы, которые вы почувствуете в моем авторском напитке. Трюфельная конфета, джем из черной сладкой смородины и темный шоколад. Рецепт моего авторского 30 мл ферментированного сиропа 17 г эспрессо и 3 мл микс кислот. Я рекомендую дегустировать мой авторский напиток в 3 глотка, чтобы полнее почувствовать его букет. Пожалуйста, как-то для вас. Прошу, для вас. Господа, мой авторский для вас. Наслаждайтесь. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, мне было приятно сегодня готовить для вас. Благодарю за внимание. Время.